Друзья, привет! Я Красовский Сергей, подростковый психолог. Вот у нас проходит лидерский курс «Молодые львы». В очном формате, как вы видите, там ребята. Ребята, как настроение? Классное у ребят настроение. И вот почему. Я хочу с вами поделиться нашей наработкой. Классное упражнение на развитие креативных способностей, ну и заодно на, так сказать, выявление каких-то внутренних переживаний. Мы делали упражнение, которое называется «Дорожные знаки». Вот вы сзади меня видите «Дорожные знаки» на разные темы. И вот есть «Дорожный знак». То есть смысл в чем заключается? Посмотреть в интернете, как выглядят «Дорожные знаки», придумать какую-то интересную, необычную тему для «Дорожного знака», нарисовать этот «Дорожный знак» и, соответственно, презентовать свою работу. И вот у нас получилась осторожно злая математичка с контрольной. Тут же последовала история, как в последний день учебы провели контрольную, значит, среди детей, дети недовольны, понятное дело. Здесь предупреждение для людей экстремального характера, что может быть смерть. В общем-то, разумное предупреждение. Осторожно злые продавцы. То есть мы, взрослые, даже не думаем на тему, что наши дети ходят в магазин, и продавцы могут как-то неадекватно себя вести по отношению к подросткам. Я, честно говоря, вот до сегодняшнего дня даже не задумался, что такое может быть. Ну, здесь про день рождения, здесь, значит, голуби, которые гадят на голову, здесь, значит, еще интересные идеи. Вот, «Позвони маме», вот это вот у нас такой вот очень такой животрепещущий дорожный знак, который, как ребята сказали, должен быть в каждом дворе. «Позвони маме», мама беспокоится, да. Вот, то есть я к чему говорю, что любое развитие, оно хорошо тогда, когда это интересно. То есть когда это проходит в игровой форме. Поэтому если вы хотите научить вашего подростка какому-то навыку, полезному навыку, то этому навыку нужно придать форму игры. И если у вас это получится, то подросток будет охотно делать и домашние дела в том числе, и домашнюю работу по школе. Просто если это будет в формате игры, то, соответственно, это будет работать нормально. Вот такая вот, скажу вам, важная, как вам сказать, рекомендация. Пожалуйста, воспользуйтесь ей. Если у вас не получается по каким-то причинам, то, пожалуйста, пишите мне, звоните, я обязательно вам помогу. Первая консультация всегда бесплатна. До встречи!